Здорово, фермеры! Добро пожаловать на Новотроицкий! Сегодня у нас уже тут вечер, да, и пора покормить животных и, наверное, ехать спать, а завтра будем дела решать какие-то. Но... А, подожди, да. Садимся в зилка и едем сейчас напоим. Единственное, что я не понял, где у нас тут... Где у нас тут что? Я вообще, в принципе, ничего не понял. Подожди, а где... А где вилы какие-нибудь? А где... Что находится? В общем, я потерял вилы. Это раз. Ну, это самое главное. Подожди. А что я еще терял? Так, разгружаем водичку сюда, коровам. Все хотят пить, все хотят есть. Да. Довольно много воды придется. Сено. Вот я хотел закинуть сено коровам. Не могу понять, где. Где вилы вообще? Тут у нас что? Тут у нас солома. А где вилы для трактора? Если честно, я потерял вилы. А может, не привозил никто у нас вилы сюда. Такое тоже возможно. Кстати, поставили моечки. Так что у нас теперь техника будет красивой и опрятной. Моем ее сразу пока при памяти. Все прицепчики, все комбайны. Все мы можем теперь помыть. Не отходя от кассы. Отлично. Люблю, когда все чисто. Да? Ну что, у нас назревает скоро уже уборочная. И... А мы еще не готовы, кстати. Мы еще не готовы. Там технику уже все помыли. Так. Что у нас? Если вода разгрузилась, надо сейчас ставить, будет опять наполнять. Этот, наверное, трактор мы сюда поставим. По поводу навеса пока... Пока ладно. Пока мы... Так. А ты что? А вот в этом тракторе, кстати... Ой-ой-ой. Вот с этим трактором надо будет что-то придумать. Так. Вот ты тут и живи, в принципе. Ох, суета, суета. Так, бежим обратно за зилом. Сейчас смотрим, что там у нас по воде. Тут кокули прибавляются. Надо вывозить. Со всех сторон одни кокули. А что? Все вылил. Все вылил, бедный зил. Тогда набираем свежие воды. Надо задуматься по поводу... Этого. Водопровода. Потому что это несерьезно, конечно. Как-то протащим откуда-то. Или скважину выкопаем. Или еще что-то. Что-то, в общем, надо думать. Так. А я тем временем что делаю? Слышишь? Вот тут в какашках нету. Случайно нету. Тоже нифига нету. Так, что у нас тут? Все орут какого-то лешего. Все орут. Значит, не привозили. Ладно, поехали тогда за вилами на базу. А то нечем загрузить коровам. Пожрать даже. Примчался я с этими свилами. Так что сейчас будем немножко загружать. У нас, кстати, тут совсем немного сена. Оп. Я надеюсь, это выдержит колымага. Так, МТЗшка, держись. Держись. Все нормально. Сейчас ты осилишь или нет? Варианта два всего лишь. Так что. Закидывай. Вон, тем более, корова пришла тут. На подкормочку. Отлично. Так, ушло. Ушло. И, в принципе, наверное, еще один уйдет, да? А что там по соломе? Солому еще надо закинуть. Солому это закинем. Вообще не проблема. Так. Забираем еще один. Оп. Ну, один уже намного легче. В два раза. Уже, кстати, вечереет. Девять вечера, е-мое. А мы не в зуб ногой. А когда ж отдыхать? Я никогда. Когда-нибудь доотдохнем, может быть. Но это не точно. Так. И что ты хочешь сказать? Что ты там? Ага. Хорошо. Понятно. Так. Давай, знаешь, что? Теперь мы вот сюда, наверное, этот ковшик задний-то закинем. Вернее, противовес. Ну, он же ковш. Он же Жора, он же Гоша, он же Георгий Иванович. Немножко подкинем соломы и поедем к свиньям. А потом, наконец-то, отдыхать. У свиней там вроде бы должно быть чуть-чуть побыстрее это все. Ну, это на самом деле... Ой. На самом деле не точно. Так, соломки. А соломки сейчас еще может не хватить, да? У нас все простит. Здесь всего 5 тысяч литров. А, у нас и нет соломы. Е-мое, у нас нихрена нет. Вот тоже... А, нет, солома нам чуть-чуть. Чуть-чуть еще есть солома. Ладно, поехали тогда. Сейчас с зелом поедем на свинарник. Завезем заодно эту машину. Чего машину? Прицеп с остатками соломы. Закинем соломы свиньям. Так. Отлично. Тут вода набралась. Ох, чуть не сломал прицеп. Что там за бугорка какой-то? За бугор. Засмотрелся на бугор и в дерьмо въехал. Так. Как так-то? Как так произошло, не ясно. Дружище на МТЗшке. Поехали со мной. Очень, очень нужно. Очень сильно нужно. Поехали. У нас там свинки растут. Но после того, как продадим этих свинок, я уже буду закупать полный. А подожди, у нас полный или нет? Я уже что-то вылетело из головы. Не помню. Прикинь. Тут помню, тут не помню. Практор едет, ледит. А как это так? В общем. А, тут есть солома. Ну ладно, трактор все равно нужен, как не крутить. Тут есть солома своя отдельная. Ох, это все этот, как его. Ну вы поняли. Так, водичку загружаем сейчас. Водичка. Водичка есть. Хорош. Надо вторую бочку купить будет. Хотя все равно набирать там. Но ничего страшного. Корма закинем. Корма не очень много ушло. Или бочку все-таки заберем, наверное. Там коровам больше вода нужна. Давай заберем бочку. Заберем на всякий случай. Свиньям надо редко воду. И немного. Бочка тут есть. Ну, в смысле стационарная. В него залили. В нее. Ха, в него. В него в бочку взалили. Взалили. И все. И нормально. Так, сейчас тогда. Ну мы вот сюда и поедем. Что я зачем кругали мотал? Непонятно. Уже заглушили трактор. Вот. Нетерпеливые какие. В принципе, со свиньями хлопот меньше. По факту. Соломы им меньше надо. Воды меньше. Всего меньше. Они себе тут наслаждаются жизнью. Не фиг с ним. Так, что у нас в последнем получается? Солому сейчас закидываем. И все. А у нас вот коровам, вот коровам, моносмесь нужна желательно. Но у нас пока нечем делать. Ни из чего. Некуда. Некак. Вообще нет возможности. Нам нужна трава. Сено. Силос. Трава сена, силос. Нет. Ну, трава в смысле нужна, да. Но трава у нас растет. Силос у нас из этого, из овса мы сделали, ферментируется. Скоро. Совсем будет уже. Траву кости не соберем. Где-нибудь еще намутим, соберем. Так что все будет. Потихонечку решим эти вопросы все. Где у нас трактор там? Трактор давай едь. Дрова вот эти надо еще забрать будет, да. Трактор сейчас всех коров посбивает. Ладно, там какая-то у них движуха началась. Движуха с коровами. Сейчас пойдем посмотрим, что там за движуха. Оставим зелка тут выливать воду. Все, пусть выливает. Это хорошо. Так, все, сейчас спать. Спать, 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 спать. Так, тут пробка у нас. Буренки. Проходите. Не хотят. Извините, тогда придется вас объехать. А то вы какие-то сильно элитные, индийские что ли. Буренки. Прям не этот. Не объедь, не обойди. Ты посмотри на нее. Так, это мы тут оставляем трактор. Быстренько сейчас переставляем. И валим отсюда. Валим домой спать. Тут сторож пусть сидит себе. В смысле, что-то поломалось. Ладно, поехали, в общем, спать. Завтра. Ой, какой завтра? Ну, в смысле, и до лучших времен будем спать. Пока там суть до дела. Поехали. Здравствуйте, еще раз. У нас уже середина лета. Близится уборочная вон уже на носу. В дерево не въехал. Ну и пришло время прощаться с песком и карьером. Чтобы как раз прикупить комбайн какой-нибудь. Или обменять. Так, вот тут в тенечек поставлю машину. Возле будки. Отлично. Так, ну что. Осталось у нас тут песочку. Вообще, две капли, грубо говоря. Две капли потихонечку. Мы уже почти весь вывезли. Заводим этого монстра. И, ребятки, давайте. Сейчас, наверное, мы с этим песком и разберемся. Сейчас мы с ними попрощаемся. Как думаешь? Осилию я сейчас тут быстро? Я думаю, что осилию. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот и все, господа и дамы. Кирдык карьеру. Там чуть-чуть вот это осталось, песка, но мы его так уже лопатами вытащим, высушим и отдадим фонд кошек. Пусть себе туалеты там делают. Вот, местные элитные кошки. Так что, ребятки, будем собирать Камацу, отвозить обратно на карьер, там, откуда он родом. Ну, не родом, а в смысле, откуда мы его взяли. Сейчас вот эту барышню мы отправляем. Все. Тебе здесь больше не надо ничего. Камазик и до этого Магируса тоже забираем. Отправляем на базу. Вот. Вот так вот. Это будет уже... Сейчас будем мыть это все. Так, ты тоже, дружище. Ты тоже, как бы, нам... Все, езжай на базу. Давай. Все, на базу поехали. Я бегу за своей шестеркой. Будем прощаться с карьером. Принес он немало денег. Вот это отдадим кошкам, как я уже говорил. Вот этот хлам, ну, будочку, я не знаю. Может и оставим нафиг. Так, что тут, вон, какие-то инвентарные номера. Все это такое. Бульдозер. Хрен бы с бульдозером. В общем, спасибо карьеру. Выручил он нас знатно. Я к машине подойти не могу. Теперь будем полагаться только на свои силы. Но уже, как бы, совсем другие силы. Уже нормально. Хватит нам 200 тысяч на комбайн. На еще один. Ниву я пока продавать не буду. Так, что пришлю сейчас ребят. Пусть они его моют. Подготавливают этого комбайсу. Вызовем тягача с рамой. С этой, как его? Ну, короче, с прицепом для перевозки. В общем, ты понял, да? Вызовем его. Заберут. Все. Заплатим остатки денег. И спокойно будем ждать. Чего мы будем ждать? Уже уборочки. Уборочки. Потому что все уже зреет. Все уже вот-вот. Скоро. О, а тут уже что-то даже созрело у кого-то. Ага, это уже скоро уборка. Так, слышишь, может мы это... Подрядимся на уборочку. А что вот там вот? Подожди. А через дорогу? Так тут уже много что где посозревало. Слышишь? Так, может... Надо заскочить на наше поле где-то. На какое-то одно из них. Посмотреть, может и у нас там что-то это... Уже подсозрело, да? Может что-то убирать надо? Ну, я уже вижу. У нас уже канола созрела. Вот наша канола. Ой, а что я по бездорожью на радостях поехал? Так, ну, ребятки. Это хорошо. У нас созрела канола. Вот тут созрел... Что тут? Лен. У нас даже ячмень созрел. Или что? Подожди. Это тут у нас пшеница. Нихрена себе. Вот это я пропукал этот момент. Ой-ой-ой. Так нас ждет большая уборочная, ребятки. Нас ждет, ребятки, большая уборочная. С чем вас? И всех поздравляю. Сейчас мчимся срочно в магазин. За новым комбайном каким-нибудь. Будем сейчас выбирать. Я не знаю, правда на какой-нибудь модный уже не хватит. Наверное, возьмем Дона. 1500Б. Потому что это такой самый... Самый ходовой вариант получается, да? Самый ходовой вариант. Закажем сейчас Дона. Давай-ка. Ага. Так, ребятки, что у вас есть вообще в каталоге? Есть еще, по-моему, Енисей, да? Так, что у нас получается? У нас получается тут все это очень жирно-дорого. Это вот... Ну, это мало. Вот у нас Нова 330, да? Но у нее, по-моему, жадка не очень большая, да? У Новой жадка, по-моему, метра 4... 5. Метров 5. Ну, у нас и у... Если мы посмотрим, то у нас и у Нивы так-то 5 метров жадка, да? По-моему, 5-метровая или 4-метровая какая? 5-метровая у нас у Нивы жадка. Так что смысл какой вообще, да? Брать за 100 тысяч. Мы пока и так неплохо себя чувствуем. Ладно. Тогда мы что смотрим? За бугорные, конечно, смотреть это весело. Но там такие цены, что прям диву даешься. Так, а что у нас по коме? Это кто такой? Сам по розин лев какой-то. Розин что-то. Не знаю, что это за хвырма такая, но довольно интересная. Так, а вот пошли уже Дон 1500А. У нас такое уже есть. И вот Дон 1500Б. Вот 8,6 у него жадка. Это точно я помню. Вот, кстати, есть Енисей. Не очень дорогой. Давай посмотрим по поводу жадок. Давай по поводу жадок мы посмотрим. А вот, кстати, 4,2 метра к этой жадке. Да, не очень-то густо. Так, 6 метров. Для Дона есть 8,6 метров. Это уже намного интереснее. И для... Кстати, для Енисея. Так может мы этот Енисея купить одного, а? Очень недорого выходит Енисея. И, например... О, если слышишь, если мы 2 комбайна возьмем, нам же столько всего убирать. Это у нас будет 4 комбайна. А нахрена нам столько комбайнов? Нахрена нам столько комбайнов? Непонятно. Но очень хочется. Очень хочется. Дальше, конечно, уже тут заоблачные цены. Рассельмаши всякие классные. Они очень дорогие. Очень шикарные. В общем, так что у нас получается. Дон 1500B или Енисей. Енисей, кстати, что-то прям очень дешевый. У него 5000. 5000. Бункер небольшой, да? Бункер небольшой. Да, бункер на 2000 меньше. Это печально, конечно. Но ничего не поделаешь. Джонники все шикарные. Все тут круто. Уже ультра иномарки. Так, вот это у нас... Ага, ну у нас есть, в принципе, вектор 420. Вектор за 130. И Акрос за 150. Хмм... Поверстрим 700. А, 7-метровая, да? Жадка у него идет. Я так полагаю. Это у нас PS500. PS700. Вектор Акрос. Блин, 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 блин. А, 7 метров, да? 7 метров у Енисея. Вот. Я что-то понял. Я понял, почему он дешевле. Я еще только сейчас догнал. 7 метров. Да. Для вот этой штуки 8,6. Это на полтора метра больше. Все. Все, все, все. Я понял. Так, дальше тогда мы смотрим по поводу что-то Акроса. Где у нас тут для Акроса? Так, вот. Вектор у нас 7 метров. Акрос 7 метров. Ага, у них по 7 метров. Но это уже как бы новая техника, более интересная. Так, SK10 ротор еще есть. 8,6, кстати, тоже. Хмм... Очень неинтересно. Так, это у нас Torum 779 метровый. Но он очень дорогой. И RSM 161 девятиметровый. Ну, если посмотреть, то, конечно, RSM 161 прям очень дохрена стоит. 300 тысяч. У нас таких сейчас денег нет. И Torum 770 тоже что-то очень много стоит. Что-то он очень много стоит. Где ты тут у нас? Torum, Torum Vector. Torum 760. Ну, ему такая же жадко подходит. Девятиметровая. 220 тысяч. Невозволительно. Шикарно это. И 280. Еще больше. Это уже 770. Мы такое не потянем. Мы можем себе позволить максимум. Это ротора. 608 и 660, да, получается. И, ну, вектора с акросом можем себе позволить. Ну, я не знаю. Может взять Дона. Это будет намного интереснее. Берем Дона тогда. Заказываем с жадкой. И все. Тогда. И на этом как бы хорошо. Ладно. Пошел я в офис. Так, подожди. Вы опустите меня в машину, пожалуйста. Черт. Придется так. О, открылось. Глушимся. Пошел я в офис, в общем, тогда этот. Оформлять документы. Заодно поеду сдам технику. Вызову тех ребят, этих ребят. И вернусь к вам. Ну что, подъезжаю я уже. Репарешал все дела. Все, утро раннее. Глушимся. Забираем. Пригнали комбайн. Отлично. Так, подготовили технику. КамАЦу. Попрощались с ним. Поплакались. Пообнимались. Все, уехала. Вот. И КамАЗа сдали тоже. Комбайн вот такой вот. Все-таки. Все-таки Дон. Все-таки Россельмаш. Довольно неплохой за наши деньги. У нас тут осталось еще 200 тысяч. Потому что землю за карьер продали. В принципе. И это неплохо. Так что, в принципе, в принципе. Вот оно наше поле. Тут мы можем сразу и начинать. Грубо говоря. Я не знаю. Наверное, кого-то одного мы сейчас посадим на Канулу. Я, наверное, вот тут буду убирать это поле. На Канулу мы, наверное, отправим Ниву или Дон. 1500А. После уборочной уже будем что-то думать по поводу других комбайнов. Или составлять Ниву или нет. Пока что Нива, ладно, еще полбеды она нас немножко поспасает. Так, а зачем я так далеко еду? Ну ладно, я уже тогда тележку возле базы оставлю. Сейчас все равно расчехлять Ниву, да, надо будет? Что нам еще расчехлять? Подожди, а что у нас с той стороны? У нас есть кусочек... Чего там? Там стопудово есть... Ну это уже на тракторе. Там с той стороны маленькие два поля, 15-16, там есть что? Там много чего есть интересного. Так, а где бы нам тут присоседиться? Да вот тут, наверное, мы и все это бахнем, да, на обочине аккуратно. Так, там лен, и я забыл, что там еще. Уже совсем плохо, плохой стал. Так. О, хорошо. Видали какой? Все, все отлично, все отлично. В отличном состоянии Дон. С шикарной жаточкой. Здоровенной. Так что, наверное, сейчас мы этого Дона пока тут оставим. Жизнь. Так, этого мы тут. Пусть пока потарахтит. Сейчас бежим, расчехляем, наверное, того Дона. А Ниву мы отправим куда-то в другое место. Так, тяжко, тяжко, самому тяжко. Запускаемся. Хорошо, хорошо. Все работает, все нормально. Так. Отреставрировали все это дело, все-таки. Нормально, так. Ну, тут, в принципе, на тысячу, да, меньше, и 7 метров жадка. Это не очень страшно. Так, подожди, а где наша жадка-то? От Дона. Это от Нивы. А от Дона где жадка? Я помню, точно здесь есть жадка. Но она для подсолнечника. Слышь, а где жадка-то не такая обычная. А, так вон она лежит. А, все. Это я, конечно, они цветом похожи с этой, с Нивовской. И размер, ну, издалека я не понял. Она вот на тележке лежит, а та, Нивовская, просто на полу лежит. Все. Да, так что, забираем вместе с тележкой, в принципе. Да, не очень большая, 7 метров, по 7, да? Ну, выглядит, как, не знаю, как маленькая какая-то, как будто 5-метровочка. Ну, ладно. Так. Вон мы разворачиваем. Лепим сюда. Вот так вот аккуратно. Так, хорошо. Сейчас надо будет машину сразу пригнать. Без вариантов особо, да? Вот так. Хорошо. Так, садим сейчас кого-нибудь. Какую-нибудь Зинку, наверное, посадим. Или Петруху посадим, наверное, на канулу. Сейчас посмотрим, кто из вас. Кто из вас хочет согласиться? Так, подожди. А еще... А еще не созрело, да? Еще... А-а-а-а. Вот я лоханулся. Хе-хе. Да, зачехляем обратно все. Зачехляем обратно. Ну, не знаю я тогда. Я все. У меня, короче, нервы сдали. Я не знаю. Оно еще как бы влажное. А я приехал. Оно вроде как пожелтело, но еще не досозрело. Все, короче, я... Я увольняюсь. Я поеду сейчас куда-нибудь. Куда я поеду? Не знаю. Куда-нибудь. Здесь вот этот комбайн мы оставляем возле базы тогда. Вот тут вот. Все. Вот так вот. Отлично. Все. Я тогда что? У нас получается животные. С животными все нормально. Поехал я, короче, спать. Не знаю. Сидорычем по тренжу пару недель, наверное. И... И... Да. И приду. И приду на уборку. А вот и я. Доброе утро. Шесть утра. Позднее лето. Потрещали мы с Сидорычем от души. Язык болит. Щеки болят. Все болит. Живот болит. Ржали. Как кони. В общем. Так, фантазеры. А то вы сейчас там нафильмуете. Запускаем технику. Потому что пора. Шесть утра. Как раз самое время. Убирать. Нет. Не самое время. А, подожди. Да. Нам же надо, чтобы просохло немножко. Да. Ну-ка посмотрим, сколько у нас влажность. Девятнадцать процентов. Не... Девятнадцать процентов, по-моему, косить нельзя. Если я не ошибаюсь. Или можно. Комбайну виднее. Все. Канола пошла. Я пошел... А я сейчас, наверное, подгоню этот... Магируса туда. А себе возьму Камаза. Потому что у меня будет много... Урожая. Скорее всего. Я надеюсь. Так что я Магируса тогда... Ставлю. Ну, свет поэкономим. Габариты можно включить. Ну, 6 утра что-то еще... Как только светает. Хотя... Уже солнце высоко. А что свет жгем? Сидорыч? Вырубай нахрен. Да. Все уже везде созрело. Так что... Отлично. Так что отлично. Давай, Магирус, ты тут. Все. Красавец. Я заряжаю вот этого комбайна. И начинаем. Так что его... Так что непонятно. Так. А так что я его... Так. Просто отлично. Так что я... Как и с этим... Это неинтересно. Так что... а а а а а а ну что вот она уборочка то убрались чуть-чуть чуть-чуть убрались теперь работа грубо говоря только начинается так дон у нас а убрал канолу это супер вот тот вот дойт что там агирус застрял я не понял он или въехал в эту уже куда в тележку походу въехал бомж или фиг его знает так комбайн сейчас заберем этот комбайн тогда тоже соберем заберем пока перекус перекур так а что у нас тут за беда тяжко тебе да тяжко дружище я понимаю так что тут у нас давай 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 ты сможешь потихонечку проезжай неопытный водитель попался давай 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 ты проходишь там еще метр давай по чуть-чуть по чуть-чуть молодец хорошо нет не хорошо вот так вот вот умничка все ничего научится девочка молодая мы ее научим всему что знаем так забираем эту тележечку пока суть додела пока ее тут не раздавил никто так где-то вот тут стороночку поставим комбайн у нас еще что убирать у нас еще есть маленькое поле пшеницы у нас есть лен но лен надо убирать специальным оборудованием чтобы сохранить этот как его ой скажи мне солому солому мы отправим на фабрику где сделают одежду или хрен его знает в общем нитки будут делать из льна так что ребятки соломку надо будет сохранить для этого мы специально купили оборудование специально купили специальное оборудование я как всегда Да, как я сказал, как ртом, ё-моё. Вот, этот комбайн пока тут оставляем, идём перекусываем. И в следующий раз будем смотреть, что там у нас. Поедем, в общем, с тем доном и этим доном и с Нивой, наверное, везде поедем. Потому что у нас, я даже ещё не смотрел, но, скорее всего, нет контрактов. Скорее всего, нет контрактов на уборку пока ещё. Но будем надеяться, скоро появится и мы сможем реализовать наш дон, отбить его немножко на чужих полях. Ну и на своих, соответственно, он уже потихонечку отбивается. Ну что ж, я пойду схожу пока за доном, 1500А который. Вот, а вы в это время ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Прыгайте в комментарии, в комментарии тоже само собой пишите. Желательно больше, чем 5 слов. Ну, так это работает, ничего не знаю, это не ко мне вопросы. Вот, и в описании ссылочки на второй канал, на Twitch, где проходят стримы по всяким разным играм. Уже там, как бы от балды играем во всё подряд. Вот, и второй канал ещё с таймлапсиками у нас есть. Так что туда тоже прыгайте, если что, подписывайтесь. Нравится там всё такое вот быстренько, под музычку, трун-тун-тун и всё. Всё, ребятки. Всем всего хорошего, до новых встреч, встретимся скоро, буквально. Продолжение будет у нас уборочное, дальнейшее. И наших полей, и чужих полей. Всё уберём. Всех подожмём. Всё, везде комбайны окупим. Всё будет шикарно. Давайте, до новых встреч. Удачки вам. Субтитры подогнал «Симон»